Я много лет за вашими публикациями наблюдаю и читаю, и с радостью, и книги читаю ваши. Но вот в последние годы вы занимаетесь исследованием лучших предпринимательских практик в лаборатории. Однажды вы, ваша команда «Много книг» написали о таких вот созидателях, творцах современного мира. Как правило, это предприниматели, но не только. Вот за последний год общения с ними, какие вы настроения в этой среде чувствуете? Вот как люди переживают происходящее, если можно так в среднем по больнице об этом говорить? Ну, те, с кем мы общаемся, у нас все-таки происходит некоторый такой естественный отбор. То есть те, кто к нам приходят в качестве клиентов, это люди уже определенным образом дозревшие до каких-то потребностей в каких-то смыслах в своей жизни и так далее. То есть это люди, как правило, обладающие какими-то ценностями. То есть мне трудно сказать, что все, с кем мы общаемся, это прям вот все такие предприниматели. Наверняка там есть разные люди. И нам самим приходилось общаться с такими людьми, с которыми мы сами отказывали в сотрудничестве. Но те, с кем мы сотрудничаем, они, как правило, настроены все-таки оптимистично. Я думаю, то есть не думаю, я уверен уже, просто наблюдаю там уже 10 лет за предпринимателями, что это, в принципе, свойство предпринимательской натуры и предпринимательского образа мышления. Просто потому что, если не быть оптимистом, во-первых, просто рехнешься. Потому что нужно столько энергии, нужно столько постоянно преодолевать, что пессимист просто очень быстро сдохнет, сдудется. Во-вторых, в принципе, сама по себе предпринимательское усилие предполагает веру в то, что из нынешнего типа X можно сделать X плюс один. То есть можно сделать что-то лучшее, чем есть на данный момент, там, не важны продукты, это, там, реальность или что-то еще. Вот, поэтому те, кто вот все-таки уже достаточно долго занимается предпринимательством, это натуры, как правило, оптимистические по определению. Вот, с началом СВО, в принципе, многие, особенно вот такие именно те, кто связаны с производством, они, их оптимизм, ну, по крайней мере, экономический оптимизм только усилился. То есть там действительно открылись очень многие ниши, действительно сейчас происходит такой очень серьезный передел рынка, в хорошем смысле слова. И очень многие интересные возможности для компании происходят. Вот. Ну, что касается, естественно, все хотят мира. Ну, это очень по-человечески понятно. Я думаю, что мы все хотим мира. Ну, и, знаете, еще вот, в принципе, большинство даже тех, с кем мы общаемся, они настроены по отношению к российской позиции. Либо лояльно, причем совершенно искренне лояльно, либо, как бы, дифферентно. Потому что, ну, во-первых, там те, кто по-другому, они имели возможность уехать. Во-вторых, ну, в принципе, опять же, в предпринимательской натуре, как бы, не ныть. То есть если ты остаешься в России, работаешь в России, при этом считаешь, что Россия – это самое худшее страна в мире, и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, не, ну, так предприниматели не мыслят. А если мыслят, то недолго они остаются предпринимателями, просто, опять же, сдуваясь. Ну, вот это еще как-то там Сергей Галецкий сказал, да, что бизнес не должен скулить. Вот, и поэтому, как бы, вот те, с кем мы обращаемся, они, как правило, такую позицию занимают. Продолжение следует...